В этом зале многие друг друга знают, потому что приходят сюда каждый раз, когда литературно-музыкальная гостиная приглашает к своему огоньку. Зелёная лампа стала для многих горожан местом отдыха для души и сердца. Уже который год ходим, очень нравится, разрешаемся. Здесь бывают литературно-музыкальные вечера, посвящённые поэтам, художникам, знаменитым, очень интересным. Эти литературно-музыкальные вечера помогают почувствовать вкус жизни. 45 лет прожила в Сибири, два с половиной года назад приехала сюда, в Муром, это моя родина. Услышала о том, что есть такая зелёная лампа, начала приходить. Очень интересные люди, интересные мероприятия, хорошая обстановка, атмосфера, все приветливые, доброжелательные. На этот раз в уютной гостиной славили сразу и поэзию, и живопись, и музыку 20 века. Сложный многогранный вечер вобрал в себя всё самое яркое из мира искусства прошлого столетия. Название вечера – поэзия, живопись и музыка 20 века. За час небольшой мы постарались как бы весь век представить, почувствовать, почувствовать в музыке, в поэзии, в живописи. И всё это будет кратко, может быть иногда мимолетно, поэтому вечер мы назвали «Созвучие минувшего века». Музыканты, поэты, чтецы, участники творческих вечеров отмечают, как тонко реагирует зал на выступление. Более благодарной публике, чем та, которая собирается в «Зелёной лампе», просто поискать можно. Все очень внимательные, заинтересованные. Когда выступаешь, смотришь, с каким энтузиазмом на тебя смотрят зрители, как они увлечены. Сам процесс завораживает. Постоянных посетителей «Зелёной лампы» ожидает ещё много упоительных вечеров, в которых красота поэзии изящно переплетётся с неповторимостью каждого музыкального произведения. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.